друзья всем привет вот хотел записать такое видео вот по телевидению много показывают про диану шурыгину да практически на всех каналах там про нее показывают там давайте разберемся кто это такая да кто такая диана шурыгина немножко изучим информацию в декабре 2016 года ленинский районный суд ульяновска признал 21-летнего местного жителя сергея семёнова виновным в совершении изнасилования 16-летней дианы шурыгиной как было установлено в ходе следствия преступление было совершено 31 марта 2016 года когда молодые люди находились на праздновании дня рождения их общего знакомого в частном доме семёнов был приговорен к 8 годам колонии строгого режима позднее данное решение было обжаловано срок был уменьшен до трёх лет и трёх месяцев колонии общего режима дело вызвало общественный широкий резонанс после того как шурыгина принял участие в программе пусть говорят выходящий на первом канале мнение общественности разделилась девушка была обвинена в распущенности и лжи свидетельстве поведение дианы в теле эфире породило ряд интернет мемов 31 марта 2016 года 16-летняя диана шурыгина находилась на праздновании дня рождения знакомого ее подруги по ее собственным словам она употребляла алкогольные напитки на вечеринке девушка познакомилась 21-летним сергеем семёновым позже согласно ее показаниям молодой человек изнасиловал ее применяя физическую силу он зашел за мной закрыл дверь на крючок и толкнул меня на кровать он держал меня руками и я начала сопротивляться оказывать какие-то действия и он ударил меня ладонью по лицу рассказывала впоследствии шурыгина в эфире телевизионной программы пусть говорят судебные экспертизы установили что у шурыгиной было рано на верхней губе в проекции передних зубов кровоподтеки возле левой лопатки на спине и на левом колене 4 кровоподтека на левой щеке и кровоподтек на шее с мелко точечными кровоизлияниями диана алексеевна шурыгина родилась 12 июня 1999 года училась в ульяновском профессионально-педагогическом колледже на втором курсе курсе на контролера станочных и слесарных работ в детстве диана занималась танцами легкой атлетикой отец алексей викторович шурыгин работал водителем дальнобойщиком мать наталья владимировна в 15 лет родила диану работала продавцом гипермаркете где продают товары для творчества есть младшая дочь по сведениям следствия в начале мая 2015 года 15-летняя диана шурыгина ушла из дома ее мать наталья шурыгина обратилась в полицию и сотрудники комиссии по делам несовершеннолетним отыскали диану в квартире 18-летнего влада трошина влад сообщил журналистам что семья шурыгинах его оклеветала однако он не обжаловал приговоры 2017 году диана подписала контракт с первым каналом и за его счет поселилась в гостинице в москве вместе с семьей 1 октября 2017 года вышел новый выпуск телепередачи новые русские сенсации на телеканале нтв с дианой 5 октября 2017 года диана шурыгина вышла замуж за оператора первого канала андрея шляпина расследование и суд 1 апреля 2016 года шурыгина обратилась в органы внутренних дел и заявила об изнасиловании подозреваемым по делу проходили сергей семенов а также другой присутствующий на вечеринке молодой человек александр рухлин который попытался совершить с девушкой полуак после того как семенов покинул комнату позже последний по причине отсутствия состава преступления был переведен категорию свидетелей защита обвиняемую она стала на том что полуакт между семенов и шурыгиным произошел по обоюдному согласию а побои на ее теле появились уже после происшедшего а именно впоследствии конфликта с отцом эти слова подтвердил александр рухлин по словам адвоката шурыгиной натальи глуховы в ходе предварительного следствия были пройдены биологическая генетическая экспертиза по словам юриста алексей шурыгин свою дочь конечно не бил дело рассматривалось и ленинском районном суде города ульяновска суд пришел к выводу что семенов знал о том что шурыгина не достигла возраста совершеннолетия и осознал что он их не хочет вступать с ним в половой контакт 5 декабря 2016 года семена был признан виновным совершении преступлений предусмотренным пунктом а части 3 статьи 131 и а части 3 статьи 132 уголовного кодекса российской федерации и приговорен к восьми годам и трем месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима позднее приговор был обжалан 25 января 2017 года апелляционная инстанция уменьшила срок до 3 лет и 3 месяцев колонии общего режима в январе 2017 года семена вышел на свободу по статье о замене заключение более мягким видом наказания отсидим в менее двух лет из начального срока общественный резонанс привлечение внимания общественности к ситуации начало сразу же после оглашения обвинительного приговора в соцсети вконтакте появились группы поддержки пострадавшая и осужденного также близкими семена в его поддержку была размещена петиция на сайте демократор которая на начало марта 2017 года набрала 0,42 миллиона подписей в дальнейшем дело об изнасиловании шурыгин и приобрел большую популярность после того как получила освещение в ток-шоу пусть говорят на первом канале 31 января 2017 года в эфир вышел первый посвященный этой истории выпуск под названием в разгар вечеринки девушка рассказала о подробностях того вечера когда было совершено преступление в частности сначала признала что выпила несколько одноразовых стаканчиков водки но потом пояснила не полных стаканчиков на донышке гости студии а вслед за ними и пользователь социальных сетей не поверили справедливость показания несовершеннолетней девушки и сочли что приговор суда несправедлив писала журналист из издания лента рук светлана поворознёк сестра сергея семёнова екатерина утверждала что родственник родственники шурыгиной требовали от семьи подозреваем 1 миллион рублей чтобы замять дело выпуск получил вирусный эффект в интернете и менее чем за неделю набрал 9 миллионов просмотров на ю тубе а к 27 февраля 2017 года 12 миллионов просмотров поведение дианы в теле эфире породило ряд интернет мемов шурыгину и и манеры косноязычной фразы и ухмылки начали высмеивать и пародировать появились скетчи фотоколлажи мемы песни и сотни тысяч оскорбительных и матерных комментариев отмечала обозреватель риа новости анастасия мельникова 14 февраля компания burger king запустила рекламную акцию используя обезличенный образ дианы девочек характерный жест рукой однако позже данные рекламные изображения были убраны на аккаунт девушки instagram подписалось более миллиона человек позже она создала канал на youtube на котором подписалось несколько десятков тысяч человек на фоне общественного резонанса феврале-марте 2017 года в эфир вышло еще четыре выпуска пусть говорят посвящена шуругины которые затронули тему начавшиеся после показа первого выпуска информационной шумихи вокруг диана и ее семьи по словам ведущего телепрограммы андрея малахова девушка оказалась не готова к волне и ненависти которая вылилась на нее все эти социальные сети после огласки в адрес дианы и членов ее семьи сети начали поступать угрозы по словам шуругины на ее мать напали на улице а на машине отца прокололи шины 31 августа и 4 сентября 2017 года вышло два выпуска программа на самом деле с участием дианы шуругиной по данной программы полиграф показал веру дианы в то что изнасилован действительно было также на этой передаче я она признала что выпила существенное количество алкоголя и что отец ее ударил по данным полиграфа диана верит что ссадина появилась до приезда отца хотя точных обстоятельств ее появление вспомнить не может также полиграф показал диана верит в то что миллион рублей за отзыв заявления был предложен ее отцом чтобы избавиться от назойливости матери семенова сама мать семенова верит что в тот момент требование миллиона было серьезным в ряде российских сми часто использую устойчиво словосочетание синдром дианы шуругина это понятие служит для описания случаев когда публичное выдвижение обвинений в сексуальных домогательствах является способом заполучить славу известность материальные блага ряд либеральных сми поддержали российские правоохранительные органы и связали общественный резонанс вокруг дианы шуругины с идеологией обвинения жертвы в частности практике возложения вины на жертву за ее неправильное провокационное поведение одновременно оправдывая насильника в частности шуругина нарушила несколько правил идеальной жертвы сама поехала на вечеринку пила и познакомилась насильника в результате люди наблюдающие за историей стали всячески дистанцируется и насмехаться над жертвой обсуждая поведение внешность одновременно оправдывая и идеализируя насильника друзья немножко мы почерпнули с вами информации да вот подписывайтесь на канал друзья всем буду очень рад пишите комментарии по возможности каждому отвечу ну и всем пока всем счастливо и до свидания увидимся друзья всем пока